МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный финансовый документ региона. Вскрытие покажет. Ресурсные компании, которые до сих пор роют ямы, будут штрафовать. Достаем валенки. Самый точный прогноз погоды только у нас. Полицейские из народа. Два года, как на улицах Самары, появились дружинники. Есть ли от них толк? Не успел опомниться. Самарские полицейские за пару часов разыскали водителя, который сбил школьницу и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел накануне вечером, а сегодня материалы уже были направлены в суд. Сам водитель, которому может грозить уголовная ответственность, кается и уверяет, что готов сделать все для девочки, которая из-за его невнимательности теперь в больнице. Кстати, в ГИБДД сообщили, что этот мужчина почти сотню раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Марина Матвейшина восстановила хронику событий. Лишение прав на полтора года или 15 суток за решеткой. Мировой суд решает судьбу водителя, который сбил школьницу и скрылся с места ДТП. Все случилось вчера в половине восьмого вечера. Ученица девятого класса переходила дорогу по зебре на пересечении Масленникова и Гая. В это время, как зафиксировал видеорегистратор очевидца, девочку сбила машина и даже не притормозив уехала дальше. Благодаря этой видеозаписи полицейским удалось буквально в считанные часы задержать виновника аварии. Был установлен очевидец, у которого все это случилось на глазах. В машине был установлен видеорегистратор при просмотре видеозаписи. На нем был установлен марка и цвет автомобиля. Потом с помощью разыскольких мероприятий установили и водитель данного транспортного средства. Он не сопротивлялся, а данную свою винову признал. Мужчина был освидетельствован, а мужчина был трезвым. Для самого виновника аварии мужчина 65 лет, уверяет он, случившееся стало настоящим шоком. За более чем 30-летний водительский стаж такое произошло впервые. Рассказывает, когда ехал, почувствовал удар, понял, задел кого-то, но с испугу проехал дальше. Потом остановился, пошел пешком на место ДТП и увидел, несколько человек оказывают первую помощь девушке. Постоял, пока не замерз, минут 10-15. Просто уже и сердце давило. А вы не сказали, что это? Нет, я не сказал. А почему испугались? Ну тут человек 10-12 было. Конечно, возмущенных. Я с малодушничал, конечно. Чтобы сдаться полиции самому, горе-водитель даже не успел подумать. Говорит, очень быстро поймали. Девочка сейчас находится в больнице имени Пирогова с различными травмами головы. Первое, что хотел бы, это встретиться с родственниками, побывать у нее. Все, что смогу, смогу, чем могу. Ну, так сложилась жизнь. По данным полиции, водитель 94 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. А именно, не пропускал пешеходов, выезжал на встречную полосу и проезжал на красный свет. Сегодня суд лишил мужчину водительских прав на полтора года. В зависимости от степени тяжести травм девушки, будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков, События. Доходы превысят расходы. Депутаты губернской думы приняли в первом чтении проект бюджета на три ближайших года. Главный финансовый документ сверстан с профицитом. Как и ранее, главной остается социальная направленность. Еще одно решение, принято депутатами на внечередном заседании, сократить собственные расходы. Существенно режет зарплаты помощникам сразу на треть. Марина Кравцова продолжит. Проект бюджета Самарской области составлен с профицитом. В 2017-м доходы региона превысят расходы более чем на миллиард рублей. Главный финансовый документ депутаты губернской думы приняли в первом чтении. Утвердили основные параметры. Так, доходная часть областной казны должна составить более 126 миллиардов рублей. Израсходовать планируется около 125 миллиардов. Увеличить планируются расходы на ЖКХ, культуру и социальную политику. Более 82 миллиардов рублей, а это около 66% всех расходов, планируется направить именно на социальные отрасли. Несмотря на все те сложности экономического характера и кризисные явления, правительство, губернатор не пошли на то, чтобы, скажем, сократить расходы на социальные обязательства. Вопросы социальной политики, то есть вопросы социальной поддержки, вопросы, значит, тех или иных выплат для нашего населения, здесь даже сумма у нас увеличена. Профицит бюджета планируется направить на выплату долга по займам, которые пошли на развитие региона, строительство социальных, спортивных объектов и дорог. В следующем году по отношению к текущему году он должен уменьшиться на 1,3 миллиарда рублей. Профицит может быть направлен только на две цели. Первое – это погашение долга, и второе – это накопление соответствующей массы денег. В проекте пока не учтены целевые поступления из федеральной казны. Теперь депутаты будут работать над распределением денег по конкретным статьям по каждой отрасли. Окончательный бюджет будет принят в декабре. А вот экономить парламентарии решили на собственных расходах. Зарплатный фунт на весь штат помощников каждого депутата сократили на треть. Теперь он составит 50 тысяч рублей в месяц. По приблизительным подсчетам это позволит сэкономить до 20 миллионов рублей в год. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Недвижимость в Самарской области дешевеет, сообщает региональный фонд жилья и ипотеки. Почем сегодня квартиры для народа, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Сегодня нефть дорожает. Из один баррель марки Брент дают 45 долларов 15 центов. На валютном рынке снижение. Курс на 16 ноября. Доллар 65 рублей 55 копеек. Евро 70 рублей 61 копейка. Золото стоит 2588 рублей. Серебро 39 рублей 36 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 67 рублей 31 копейку. Дороже всего продать за 64 рубля 19 копеек. Правительство решило узаконить электронные больничные. Их могут вести повсеместно уже с января 2017 года. В России появятся и электронные трудовые договоры. Эту идею обсуждают Минтруд и Роструд. Правда, пока нововведение будет касаться только сотрудников, которые работают дистанционно. Цены на недвижимость в Самарской области снизились на 10%, сообщает фонд жилья и ипотеки. Самая высокая среднеудельная стоимость одного квадратного метра традиционно отмечается в Самаре – 60 190 рублей. Самая низкая в Октябрьске – 24 848 рублей. На этом все. Удачи в делах. Из тепла в холод. Ноябрь готовит самарцев к зиме. Уже сегодня ночью было минус 13, а в ближайшие дни будет еще морознее. Синоптики говорят, температура в середине ноября ниже среднесуточных многолетних значений – на 5 градусов. Пора ли доставать валенки и шубы, выяснила Олеся Корецкая. Осенние заморозки отступают. Наступают настоящие зимние морозы. Снега еще нет, и кажется, что не так уж и холодно. Но это ощущение обманчивое. В ближайшие дни в Самаре может быть до минус 16, поэтому одеваемся тепло по-зимнему. И про шапки не забываем. До конца недели погоду в Самарском регионе будет определять обширный антициклон с Арктики. Так что, можно сказать, зима уже наступила. Средняя температура днем от минус 3 до минус 8, ночью до минус 11, а кое-где и до минус 16. Ветер будет слабый и неустойчивый, а снега в ближайшие дни и вовсе не будет. До конца недели мы считаем, что такая устойчивая погода будет. Ну, морозы – это уж нормальная погода для ноября месяца. То есть это не весной вот такие морозы, а дело идет к зиме, поэтому, собственно говоря, это уже переходный период от осени к зиме. Поэтому, в общем-то, это нормальная погода для этого времени. Самара две недели назад уже откапывалась от внезапного зимнего привета. В начале ноября выпало 20 миллиметров снега. Сейчас немного снега лежит только в Клявлино, в городе Сухо. По народному календарю завтра, 16 ноября, Анна холодная. В этот день судили о предстоящей зиме и будущем урожая. Говорили, Анна без снега – жди хлеба. А еще, если поспело много рябины, зима будет холодная. Я, например, хожу по улице, тепло одетая, мне всегда тепло. Я не знаю, что еще. Ну, чай пить. А вы какую больше зиму любите? Морозную или теплую? Нет, морозную. Морозную настоящую, да. Теплая, она как-то и давление у меня падает, а так вот морозная, хожу, все нормально. Холодно вам? Ну, да, немного холодно. А что, так может оделись неправильно? Не знаю. Возможно. А вообще как еще согреваетесь, когда мороз? Дома, под пледиком. Для тех, у кого нет возможности и желания весь день греться под пледом, есть оригинальный способ. Вдох холодно, я одеваюсь, но вообще-то есть упражнение из тибетской медицины, которое позволяет создать стакан, который меняет температурное равновесие. И никаких проблем от плюс сорока до минус сорока я не испытываю. Своего секрета специалист по тибетскому согреванию не раскрыл. Профессиональная тайна. Что касается будущей зимы, в гидромедцентре сюрпризов не обещали. Зимой будет зима с морозами, оттепелями и метелями. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. В зиму с чистыми берегами. Уборка водоохранных зон завершена. Пора подводить итоги. Всего с июня до ноября с берегов Волги, рек Самары и Татенко вывезли почти 2000 камазов мусора. В общей сложности 16 тысяч кубометров отходов. Наводить порядок пришлось на площади в почти 800 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделили территории рядом с речным вокзалом. На обоих берегах Волги в местах излюбленных туристами установили специальные бункеры-накопители. Контейнеры для мусора были и на всех городских пляжах. В рамках данного контракта было вывезено 12 тысяч кубометров. Вывоз отходов из бункеров-накопителей и установленных водоохранных зонах в районах Кенап, спуск лейтенанта Шмидта, Советской армии на 9-й просеке осуществлялся ежедневно. По остальным 14 адресам с периодичностью 1 раз в 2 дня. Раздельный самый дельный. В Самаре меняется система сбора мусора. Берется на вооружение практика развитых стран разделения отходов. Мусор отправляется уже не на свалки, а на переработку, что экономично и экологично. Отходы в отдельные контейнеры в Самаре начали собирать еще 2 года назад, а теперь приступили к эгологическому воспитанию, что называется, со школьной скамьи. О полезном мусоре сюжет Олеси Корецкой. С каждого по бутылке и готово сырье на переработку. Ученики 34-й школы с теорией раздельного мусора знакомы давно и успешно применяют на практике. Почти 7 лет сдают макулатуру. Теперь взялись за пластиковую тару. В первую очередь плитары – это вред для природы. А вот то, что мы их складываем и их перерабатывают, это намного полезнее, чем их просто выкинуть на улицу. В 34-й школе большое внимание уделяет экологическому воспитанию. Бережному отношению к природе и к ее ресурсам надо приучать с детства, уверены педагоги. Обычно дети учатся на примере взрослых. Здесь, наоборот, устами младенца глаголит истина. Мы теперь каждый день выкидываем пластиковые бутылки в специальный контейнер, чтобы не получить природу. Потому что если пластиковую бутылку бросить на землю, она будет вредить почве, и она слишком долго разлагается. Экологическая работа ведется не только в школе, но и по всему поселку Зубчининовка, пока экологическое воспитание взрослых хромает. Здесь много частных домов. Треть населения мусор либо сжигает, либо несет на незаконные свалки. Нужно работать, прежде всего, над сознанием. Должна быть социальная ответственность каждого гражданина. А что после меня? Куда девается мусор? Мы ведь в контейнеры отправили, не задумывались, а полигоны пополняются. Контейнеры для раздельного сбора мусора в Самаре изготавливает и устанавливает экологическая компания. Она активно сотрудничает с городской администрацией. Над конструкцией хорошо поработали, продумали мельчайшие детали. Так взрослым удобно, а детям интересно. Есть отверстие диаметра, которое позволяет выбрасывать сюда бутылки до 2 литров. И есть большое отверстие с торцов для 5-литровых бутылок. У нас есть специальная емкость для крышек. Бутылку бросаем сюда, крышку откручиваем, бросаем сюда. Такой ящик наполняется в среднем за неделю. Собранное сырье отправляется на переработку и потом используется в различных производствах. До конца года контейнеры для раздельного сбора мусора появятся во всех школах Кировского района. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. Закопать все, что вскрыто. Испорченным газоном и асфальтом ресурсные компании должны вернуть первоначальный вид. Причем сделать это нужно в кратчайшие сроки. Те, кто будет тянуть время, ударит по кошельку, пообещали в администрации Самары. В проблему вникла и Марина Матвейшина. Живописная картина в центре города. Вот уже полтора месяца на пересечении улиц Куйбышева и Льва Толстого зияет яма. Прямо посреди тротуара. Все работы, из-за которых пришлось распахать покрытие, уже закончены. Осталось лишь восстановить асфальт. Но предприятие тепловых сетей с этим не торопится. Городская административно-техническая инспекция по благоустройству делает последнее предупреждение. Самое, наверное, видовое место улицы Куйбышева и Льва Толстого. Напрос от администрации городского округа Самары. Два на два. Квадратик. Никак не найдут в себе силы ПТС восстановить. Напоминаю, что если вы в ближайшее время не восстановите до конца недели, то повторно будете привлечены к ответственности. Поэтому будем наказывать жестоко. Эту проблему поднимают на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства. Из порядка 600 вскрытий, примерно половина на совести предприятий тепловых сетей. Ресурсники уже закончили плановые и аварийные ремонты теплотрасс. Но так до сих пор не привели в порядок места раскопок. Первый вице-мэр поручает закончить эту работу как можно быстрее. И все, что связано с видовыми, будем говорить, площадками или местами, будьте любезны, устраните их на сегодняшний день, пока погодный фактор работает на нас. Процесс нуждается в срочном ускорении, уверен Владимир Василенко. Восстанавливать асфальт и приводить в нормальный вид газоны по всему городу должны одновременно 6-8 бригад. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, Сергей Баскин. События. Далее, коротко о других темах дня. Несколько районов Самары останутся без холодной воды. Три дня подряд будут проводиться плановые работы по замене и ремонту оборудования систем водоснабжения. Так, сегодня воды не будет в домах по улицам Демократическая и в частном секторе в границах Гранитного переулка, Пустынной, Бронной и Промежуточной. И на Московском шоссе 320. В среду, 16 ноября, с 9 до 17 часов без холодного водоснабжения останется 16-й квартал мехзавода. Спортивная – 25. В четверг три дома по Советской армии – 124, 126, 128. Изменялось расписание теплохода Самара-Прорана-Рождествено. С 15 ноября теплоходы будут ходить из Самары в Рождествено 10 раз в день, на Проран 4 раза. Напомню, в настоящее время это направление единственно действующее. Все остальные речные маршруты уже закрыты до следующей весны. В Самарской области двух сотрудниц банка осудили за мошенничество с компенсациями. Их признали виновными в присвоении и растрате денег. На компенсации, которые предназначались клиентам банка, они выписывали фиктивные расходные кассовые ордера, а затем деньги забирали из кассы. Сумма ущерба составила более 42 тысяч рублей. Мошенников приговорили к двум и полутора годам лишения свободы условно. Студента колледжа обвинили в ложном минировании. В Самаре нашли подозреваемого, из-за шутки которого 7 июля 2016 года пришлось эвакуировать Самарский государственный колледж на улице Молодогвардейская. По прошествии пяти месяцев выяснили, что о минировании сообщил 16-летний учащийся колледж, уже состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Теперь он фигурант уголовного дела. Областные медики бьют тревогу. Заболеваемость ожирением в регионе за пять лет возросла почти в два с половиной раза. Незначительно снизился этот показатель только среди детей до 14 лет и подростков до 17. А в среднем из 10 тысяч жителей области медицинские проблемы с излишним весом испытывают 45 человек. Причины – неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Полицейские из народа. Добровольная народная дружина работает в Самаре два года и с ее появлением на улице города стало спокойнее и безопаснее, отмечают и сотрудники полиции, и жители. Дружинники следят за порядком, делают замечания хулиганам, но иногда их работа не менее опасна и трудна, чем у полицейских. В городском управлении МВД наградили особо отличившихся сотрудников отряда ДНД. С одним из героев пообщалась Олеся Корецкая. Каждую неделю на Самарской улице выходит 197 нарядов народных дружинников. Вместе с полицейскими они следят за порядком, жителям добавляют уверенности, а нарушителям смешивают все карты. Только за прошлый год по статистике снизилось количество грабежей, краж и разбоев на улицах Самары. Олег Аббасов охраняет покой самарцев уже 30 лет. Дружинником был еще во времена комсомола. Работал и в полиции, а потом снова вернулся на добровольный фронт охраны безопасности. Преступников не боится, говорит, иначе нельзя, а то улицы накроют волна преступлений. Одно из них Олег помог раскрыть по горячим следам. Вместе с полицейским задержал трех грабителей. Грабители передали полицейским Олегу Абасову благодарность и награду от Министерства. За активную гражданскую позицию и бдительность в городском управлении поощрили еще 15 дружинников. И таких героев в Самаре десятки, и за дня в день они одним своим присутствием пресекают нарушение закона. 40% преступлений не случилось благодаря дружинникам. Когда, так скажем, потенциальный преступник выходит на улицу нашего города и видит, что практически проходя по каждому двору, по каждой основной улице, он видит наряд полиции с сотрудником добровольно-народной дружины. Я считаю, что это носит сдерживающий профилактический характер. Две тысячи дружинников патрулируют самарские улицы и дворы. Они не только следят за порядками безопасности, помогают раскрывать преступления, но и могут оказать первую помощь, провести профилактическую беседу. Добровольная дружина работает в Самаре больше двух лет. Большая часть сотрудников – обычные люди, мужчины, которые сами решили сделать город безопаснее. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. Спорту все возрасты покорны. В Самаре с начала недели проходит благотворительный практический курс культуры здоровья. На занятиях ветерана учатся бороться с возрастными недугами и при помощи физических упражнений, и при помощи хорошего настроения. Лариса Шалафаст поинтересовалась, помогает ли. Готовимся! Готовимся к проповеднике гимнастики! На занятии по культуре здоровья «Аншлаг» многие из пришедших были со спортом «Новы» много лет, но уже после первых уроков почувствовали себя лучше. Оказалось, даже легкая активность помогает держать тело в тонусе. За эти два занятия, какие я прошла, у меня улучшилось зрение. Вы знаете, я с восьмой строчки перешла на десятую. То есть я уже на десятой читаю несколько, несколько слов прочитала. Суставная гимнастика, упражнения для глаз и органов дыхания, общая физическая нагрузка. Все это помогает привести в порядок тело. С депрессивным состоянием и хронической усталостью здесь тоже помогают справиться улыбкой и хорошим настроением. Курс занятий для тех, кому за 70, разработал тренер-психолог Геннадий Лукин. Он много лет работает с ветеранами и уверен, с возрастом человек обязан больше двигаться и не запускать свой организм. Человек, пройдя наш курс, приобретает такой хороший запас прочности. И, как правило, даже если человек после занятий бросает, оставляет занятие, то на том шлейфе, который он получает за восемь дней, он еще спокойненько месяца три-четыре катится, условно говоря. Вот, имея хорошее здоровье, настроение, понимание, как это поддерживать. Курс культуры здоровья проводится Общероссийской общественной организацией ветеранов вооруженных сил совместно с городской администрацией. Для всех желающих и бесплатно. Спортивные занятия в ДК «Заря» продлятся до конца недели. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Женщинами-боксерами или футболистами уже никого не удивишь. Сильный пол тоже не отстает. Нет-нет, да и замахнется на традиционно женские дисциплины. Художественную гимнастику или синхронное плавание, например. О премьере необычного дуэта на самарском первенстве по Волжье по синхронному плаванию расскажет наш спортивный обозреватель Сергей Кизоркин. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Диана Потапова и Михаил Васильев вместе уже полгода. Они одни из первых в России, кто занимаются синхронным плаванием в номинации «Микс-дуэт». Михаил до этого проекта плавал длинные дистанции. Диана пришла из художественной гимнастики. Впервые со своей произвольной программой нижегородцы выступили в Самаре на первенстве по Волжье. Мы старались сделать как можно больше сложных выбросов, потому что элементы, как делают девочки, вертикали и барракуды у него пока не очень получаются. Смешанные пары выглядят очень красиво. Когда танцует мальчик с девочкой, это же нормально, никто не думает, что это странно. Мы надеемся. Ну, может, когда-нибудь включат эту программу «Микс-дуэт» и в Олимпиаду даже. Пока только в чемпионатах мира. «Микс-дуэт» презентовали на чемпионате мира в Казани в 2015 году. До этого мужчины-синхронисты не выступали на официальных турнирах. Очень красиво смотрится дуэт, когда мальчик может делать большие поддержки, высокие девочки. И на самом деле непонятно, почему в виде спорта, сихронного плавания в России не существует в виде спорта для мальчиков. Мне кажется, что надо вносить какие-то изменения, потому что на самом деле, почему не выступать в дуэте, почему не выступать в комбинированной программе, почему в фигурном катании могут быть мальчики, а в сихронном плавании нет. Самарские тренеры надеются, что ребята придут в этот вид спорта. А пока на первенстве по Волжье столицу 63-го региона представляли только девушки с новой программой. На ее подготовку ушло мало времени, всего лишь два месяца. В итоге первое место и путевка на первенство России. Соревнования пройдут в феврале. Мы четыре программы, выступили хорошо. Сейчас проходили групповые упражнения. Нам поставили 85,536 тысяч. За места на пьедестале почета на первенстве по Волжье по синхронному плаванию в возрасте до 18 лет в Самаре боролись более 200 спортсменок. Команды представляли Ижевск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Уфу и Саратов. Сборная Самары завоевала 8 медалей. 5 из них золотые. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютубе. Подписывайтесь на Самары Гиз и смотрите все самое интересное в качестве HD. Читайте на ствитере, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова